Ребят, всем привет! С вами Inspire99. Сегодняшнее видео будет немного необычным. Мои давнишние зрители знают, что я как-то про новости и новостные видеоролики не делаю. Там один-два у меня были за всё время и всё. Но сейчас такой период, когда информации слишком много, а разбивать всё это по видеороликам, ну, было бы глупо, потому что будет информация неактуальная. И сегодня я хотел бы затронуть три самые главные новости, которые у нас есть в игре. Это, во-первых, халява, то есть подарки ветеранам, ну и не только ветеранам World of Tanks. Следующее, это советская ПТ-шка, в которой появляется СУ-130ПМ. Это колёсная техника. Вот три новости. И, конечно, большое внимание уделить СУ-шке, потому что всё-таки это техника, нужно разобрать немного ТТХ. Про колёсную технику хотел бы высказаться и, ну, про самые приятные подарки. Ну и, собственно говоря, и начнём с них. Что у нас получается? Получается так, что те игроки, которые, ну, давно играют в нашу игру, они разбиты по категориям. Первая категория это альфа и бета-тестировщики. Вы можете видеть на экране. Им вручается Т-52, ну, Т-50-2. Конечно, все этот танк знают. Фон для имени игрока. Медали, стили, 5000 бонд, 5 миллионов серебра, эмблема и нашивки. То есть куча всего. Абсолютная куча. Ну, это получат только те, кто там в 2010 танке, да. Вот, когда они тестировали это всё до общего выхода игры. Вот им это вручится. Не знаю, они играют ещё или нет. Ну, короче, им как бы подарок такой. Игроки. Следующая категория, которая играет больше 6 лет. К ним отношусь я. Некоторые друзья мои. Я вообще в танках зарегистрировался, как сейчас помню, это 22 ноября 2011 года. Мне тогда было 12 лет. И я это делал с модема Билайна на ноутбуке. Вообще, в древнем смысле, это было нечто. Я зарегался. И, конечно, я поиграл и на Т-52. Я там застал такие времена, и когда Тайп продавался. И когда этот Рубикон был неудачный, я бы даже сказал. Когда Першинг на девятом уровне был. Когда Т-30, Т-34 прямым бесплатным сделали. Всем раздавали. Когда я из Семского 2 играл. Короче, кучу всего. Кваса ещё застал. То есть, ну, вообще много чего было. Этим игрокам, которые играют больше 6 лет, дают танк Т-50-2. Дают медаль, дают стиль. Я позже скажу, что это значит. 5 тысяч бонов, 5 миллионов сербра и эмблему. То есть, конечно, уже существенно поменьше. Нету фона для имени игрока. Но, как по мне, этот приговор вы делаете для себя. И нету нашивки. Следующие игроки, которые играют 4-5 лет. Им даётся тот же танк, но уже без стиля. Медалька. Такая серебряная. Боны. Серебро. И эмблему. Тоже неплохо. Который играет 2-3 года. То есть, совсем недавно, да, в нашей игре. Ну, по меркам нашей игры это можно так назвать. Это бронзовые медальки. Это 3000 бон. 3 миллионов серебра и эмблему. Тоже неплохо. Ну, и те игроки, которые играют 1 год, им даётся всего лишь медалька деревянная. 1000 бон. 1 миллион серебра и эмблему. То есть, вот такие вот небольшие подарки. Всё это чудо можно забрать уже сегодня после 9 часов. То есть, чтобы это забрать, нужно зайти в игру с 28 ноября с 9 часов по московскому времени. И можно их забирать до декабря 2019, ребят, года. Я ошибся. Я, знаете, я думал то, что ну вот с 28 и по 1 декабря нужно успеть, то есть, забрать. Нет. До 2019 декабря. То есть, у вас целый год впереди. Но лучше, конечно, сразу забрать, а то разное в игре у нас может случаться. Поэтому лучше, конечно, забрать сейчас. Вот такие вот подарки. Что это за стиль, собственно говоря? Смотрите. Вот это обычный стиль, который будет у игроков, которые играют 4-5 лет. То есть, здесь несколько скриншотов. Как вы видите, танк в HD модели. У него всё красиво. То есть, он похож на ту ЛТшку, которая была очень-очень давно в нашей игре. То есть, ничего такого сверхъестественного. HD модель, да, всё круто. Что действительно разработчики прикольно сделали для олдскульных игроков. Это стиль. Вы смотрите. Стиль будет точно такой же. То есть, будет силуэт у танка. Вообще, внешне он будет выглядеть точно так же, как и тогда. То есть, без HD модели. Такой квадратный. Такой вот, какой он и был раньше. То есть, это очень приятно. Лично я очень поддерживаю фишку разработчиков эту. И вообще, в общем говоря, если всё это оценить, то, в принципе, это хороший шаг. Я не помню, чтобы в нашей игре давалось что-то за выслугу лет. То есть, я проиграл в игру столько-то. И мне что-то на халяву доставалось. Ну, там какие-то прям танки третьего уровня. Но они всем доставались. А здесь как бы за выслугу лет. Очень прикольно сделали. Как-то ветеранов порадовать. Всё-таки 5 миллионов серебра. 5 тысяч бон. Если ещё ведут технику 10 уровня, которую вывели за бону, будет очень прикольно. 5 тысяч бон далеко не лишние. Стиль эмблему, медальку. То есть, ну, приятный подарок. Что уж тут скрывать. Если бы ещё кваса подарили бы. Ну, это вообще. Ну, и, кстати, знаете, что я подумал? Вот некоторые тоже вододелы уже об этом высказались. И я их поддерживаю. А как, собственно говоря, будет этот танк в игре ощущаться? Раньше он был, знаете, как человек к земле. То есть, сила притяжения, законы физики. Так же у этого танка было. А сейчас куча всяких разных механик. Физика изменилась. И теперь переворачиваться. И я не знаю, как это всё они объединят. Если бы этому танку, ну, хотя бы тем игрокам, которые давно-давно играют. Я там, вот, как я, 7-8 лет. Вот таким игрокам сделали бы так, чтобы танк не переворачивался. Или вообще бы всем. Вот это было бы круто. То есть, он бы заиграл так, как тогда. Ну, конечно, уже и танки совершенно другие в рандоме есть. Баланс поменялся. Но всё равно, всё равно будет интересная машина. То есть, это, конечно, огромный плюс разработчикам. Очень крутая фишка. Я прям, не знаю, очень рад, что так происходит в нашей игре. То есть, разработчики прям вот хлопают нам в ладоши. И говорят спасибо за всё это время. То, что мы играем. И страдаем. Следующее, это появляется. Я не знаю, как пока сказать. Премиумная ПТшка. Или не премиумная. Су-130 ПМ. Советская ПТшка. С стеклянной пушкой. Знаете, я не буду пока полностью подробно в ТТХ вдаваться. Собственно говоря. Нужно, самое главное, поговорить на том, если её ведут в продажу. А стоит ли её брать или нет. То есть, что она из себя представляет. У неё 1000 сто очков прочности. То есть, мало. Что касается брони. Вообще, ребят, никакой брони нету. Это, знаете, такой симбиоз борща и скорпиона. Вот вместе слепили. Получилось, что это такое. Маскировка потрясающая. В смысле, просто вообще отпад. При всём при этом, у нас обзор не самый донный. Не самый донный. Далее идём. Хоть у нас обзор, да, я уже сказал, не сам донный. 360, но его ещё можно раскачать. А так как у нас маскировка будет потрясающая, то, как бы, обзор компенсирует. Ну и, собственно говоря, что получается. Маскировка есть. Брони вообще от слова никакой нету. Бронирование в башне там 15-6 миллиметров. У меня в детстве велосипед больше имел стали. Бронирование корпуса 20-15-8. Ну, это вообще смешно. Ну, и на восьмом уровне. Что касается орудия, конечно, самое главное. Здесь бронепробиваемость основным снарядом. У нас основной снаряд это ББшка. Она пробивает 243. Это классно. Альфа 520. Потрясающий кумулятив пробивает 320. И вот с этим уже очень интересно играть. Очень интересно. Можно десяток просто кумулем расшивать. А так как мы не теряем бронепробитие с расстоянием, то что делать? Просто пробивать всех. Это очень круто. Скорострельность у нас чуть-чуть ниже, чем у Скорпа. Там, ну, вплоть до полсекунды. А альфа на 30 очков выше. Вот и все. То есть, собственно говоря, если подвести итоги по этому танку, танк мобильный, танк незаметный, танк с, ну, можно так сказать, не очень хорошим обзором. Отсутствует какая-либо броня. То есть, это будет тот же самый борщ, только более мобильный и с лучшей пушкой. Вот и все. А как вы знаете, борщ-то на восьмом уровне играется неплохо. А это будет премиумный. Я даже уверен, если бы премиумного борща точно такого же сделали, многие игроки бы купили его и фармили. Потому что он неплохой. И, собственно говоря, стоит ли его покупать, если его введут в продажу или нет? Ребят, я уже сказал, если вам нравится геймплей, вот борща-скорпионский такой, в кавычках, то присмотритесь к этому танку. Я вообще боюсь, чтобы его, знаете, ну не вводили в продажу, потому что это будет слишком имбалансный танк. В том плане, если он станет где-то в кустах, его не выкуришь оттуда. Перезарядка у него плюс-минус неплохая. Незаметность хорошая. Подвижность. То есть он все займет. Он ездит как скорпион, а незаметен как борщ. Да еще и пушка лучше. То есть пока непонятно, что они хотят от этого танка, как его вводить в игру. Может, как-то, я пока не знаю, за что его. Может быть, за какие-то достижения в танках. Может, это как-то еще с этим связано то, что халяву будут дарить каким-то игрокам, особо отличившимся. Или за глобальную карту. Может, ивент какой-то будет. Я не знаю. Но вот просто так ее в продажу, мне кажется, нельзя. Но хотя, кто знает, Новый год близко. Все может быть. И последняя новость. Кратенько ее задену. Это колесная техника. Я, как и большинство блогеров, не знаю, ну, против этого. Подумайте сами. Максималка почти в 100 километров. И без разницы, ты вперед едешь или назад. То есть это тут как шведы, да? Они что назад, что вперед ездить, только без всяких этих осадных режимов. Ну, плохое сравнение, но все-таки. У них ускорение. У них совершенно другой автоприцел, который берет упреждение. Я не знаю, как они говорят так, что колесная техника не составит никакого... Никакой, точнее, конкуренции обычным ЛТ. Да блин. В любом случае, первый засвет всегда будет за колесной техникой. У них ускорение. Это круто. Почти 100 километров. У нас есть хоть одна ЛТшка, которая за 80 ездит? По-моему, нет. Там топовые цифры 72, что-то такое, 73. А здесь почти на 30 километров, ну, с натяжкой, грубо говоря, но больше. Ну, это просто капец. Они разворачиваются. Они маневренные. Я не знаю, как это вообще будет в нашей игре. И вроде бы я такую информацию слышал, то, что их не будут там тестировать на закрытом тесте, а сразу на общий выведут. А как, если все начнут играть? Ну, я пока не знаю это. Что там будет? Но, ребят, я против. Честно говоря, если вы как-то там дружите с разработчиками, шепните им на ушко то, что надо что-то с этим делать. Ну, слишком будут им балансные танки, на каких-нибудь маленьких картах, таких как рудники, они горку настолько быстро будут занимать, то, что их даже перестрелять никто не успеет. Собственно говоря, что с этим делать, я пока не знаю. Я против этого. Будет даже премиумная, вроде бы я слышал, колесная техника. Но, не знаю, даже барабанная, там два снаряда, по-моему, будет у кого-то. Ну, короче, это минус будет. Большой минус. Я боюсь, чтобы разработчики не допустили такую ошибку. Как? Вообще, я считаю то, что у разработчики за всю свою историю допустили две такие самые большие ошибки. Это вот арты. Такой, какая она есть, наверное, сейчас. Если бы она была такая, как раньше, мне кажется, полбеды бы было. Вот. Плюс он накидывает там тебе на пол хп, фиг с ним. А такая, какая она сейчас, с этими оглушениями попадает постоянно. Скоростерельная, конечно, жесть. И второе, наверное, то, что действительно разработчики ошибку допустили за всю игру, это премиумные снаряды за серебро. Вот это, да, косяк, конечно. Куча стала играть игроков на премиумных снарядах, но, как бы, уже все привыкли. И, вот, боюсь, чтобы третьей не было ошибки с этой техникой. Получится слишком имбалансная, как по мне. Вот такие вот новости, ребят, на сегодня. Если вам понравилось, обязательно прожмите лайк, пишите в комментариях, чтобы я больше делал новостных видео. Я очень рад, мне самому понравилось. Если вы не подписаны на меня, то, пожалуйста, прошу вас, подпишитесь на мой канал, на мою группу ВКонтакте. Ссылка есть в описании. Колокольчик. Ну, и пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу этих трех новостей. Большое всем спасибо за просмотр, с наступающим вас Новым Годом, до новых встреч, пока-пока.